Смотри, как выгляжу, совсем как профессиональный ведущий. Ребят, извините, жрем ваше время, но мы настраиваемся еще пока. Буквально чуть-чуть потерпите, это первый онлайн-диалог с Александром Абрамовым. О, что там? О, мне уже лайк один поставили, ура, поставьте мне еще 10 лайков, и я начну. Я даже сам себе один лайк поставлю. Ух, вот такой. Это я поставил. Так, я вижу 4 лайка. Звук хорошо. Ой, Люда, ну не надо так много сразу. Коробежка, ты прямо облайкал у меня. Вау, 16 человек, отлично, представляете? А куда мне смотреть, Даша? А, сюда. Ладно, все, ребят, мы просто изобрели новый вид общения с людьми. Он называется онлайн-диалоги Клуба Семь Вершин. Сегодня состоится первый диалог. Алекс, не торгуйтесь, спасибо. Итак, я хочу вам сегодня рассказать, я в принципе могу о чем угодно рассказать, о чем будете спрашивать, но пока я хочу вам рассказать о моем проекте Семь Вершин за семь недель, фу, извините, вот опять. Семь Вершин за семь месяцев, которые я сделал в этом году, я никак не могу даже от него опомниться от этого проекта. Я знаю, что вы все за мной следили, переживали, также мы сейчас смонтировали семь роликов, и также мы сделали фильм «Семь Вершин за семь минут», который сразу по окончании нашего прямого эфира мы также выложим на этих ресурсах. На фейсбуке, на инстаграме нас нет, да, Даша? А, я еще не в инстаграме, да, кошмар? Да, Даша. А, все. В общем, я везде, я везде сущ. Отлично. Значит, как вообще возникла идея сходить на все семь вершин всего за семь месяцев? Хочу немножко углубиться в историю. В тринадцатом году, а, в двенадцатом году к нам обратилась компания «Альпари» и предложила сделать такой проект «Семь Вершин за год». В тот момент я подумал, что было бы не… я сказал, что, наверное, должно быть три человека в этом проекте, должно быть два… Вначале мы думали, ну, три альпиниста, потом мы стали думать, что это за альпинисты. И приняли решение, что это будет для красоты проекта, будет два мальчика, одна девочка. Дальше я стал искать достойных девочек, мне много предлагали различных, я серьезно, Людмила Сергеевна Коробешко здесь. Естественно, я выбрал ту, которая ближе к телу. Ближе к телу оказалась Людмила Сергеевна Коробешко, которая и возглавила, собственно, от клуба «Семь Вершин» этот, ну, в какой-то степени рекламный проект компании «Альпари». Также я выбрал еще двух мальчиков, я подумал, что должен быть один молодой… нет, должен быть один пожилой заслуженный альпинист и должен быть один молодой, неопытный зеленый альпинист. Таким образом, в общем, получилась команда Людмила Сергеевна Коробешко, как руководитель этого проекта «Семь Вершин» за год. И Душарин Иван Трофимович, как самый известный, может быть, у нас в стране, заслуженный мастер спорта по альпинизму, также он вице-президент Федерации альпинизма России. И третьим получился Максим Шакиров, на тот момент он нигде не работал, собственно, так же, как и сейчас. Поэтому мне нужны были три человека, у которых не было задачи отпрашиваться с работы. В общем, таким образом получился проект «Семь Вершин» за год, который потом превратился в «Семь Вершин» за 300 дней. И в конечном итоге он был закончен за 292 дня. Команда из трех человек – Людмила Коробешко, Иван Трофимович Душарин. И Максим Фатекович Шакиров сходили «Семь Вершин» за 30 дней, то есть меньше одного года. Начали они в январе месяце 2012 года и закончили, мне кажется, где-то в октябре 2012 года. Я смотрю налево, потому что там сидит Люда. Может, ты рядом со мной сядешь? И закончили они 15 декабря. Таким образом, был установлен рекорд России, то есть «Семь Вершин» было схожено меньше, чем за один год. Также еще был установлен рекорд Европы, в котором даже, может быть, мира. Тогда это был мировой рекорд для женщин, то есть первая женщина в мире, сходившая в «Семь Вершин» быстрее, чем за год. Это была Людмила Коробешко. После этого рекорд Людмилы побила такая известная сейчас альпинистка, как Маша Гордон. Маша Гордон сходила «Семь Вершин» за 210 дней, правильно? Где-то за 210 дней, это приблизительно, если я не ошибаюсь, это порядка 7 месяцев. 210 дней. Может быть, чуть больше, я не помню. Может быть, если Маша меня сейчас смотрит, она мне и напишет. А, у Люда, вот тебя просят в кадр поместить. Люд, ну подойди, просто посмотри, у нас все равно еще 2 часа впереди. Я не знаю. Нет, а, вот подойди с этой стороны, да. Подходили, ничего страшного. Вот, у нас тут все как бы доморощены. Вот. Всем добрый вечер. Вот туда только смотри. А, добрый вечер, ладно. В общем, это Людмила Коробешко, которая возглавила первую рекордную экспедицию на «Семь Вершин» за год. Мы хотели, мы и предлагали сразу сделать побыстрее, нам сказали, не-не-не, надо растянуть подольше. Ну, было понятно, когда мы уже заканчивали проект, было понятно, что если бы была задача сделать быстрее, теоретически это было можно сделать. Но мы, кстати, ходили с Костюшкой, а не с Карсенсом. То есть у нас был такой проект. Ну да, они сходили с Костюшкой, а не с Карсенсом. Вот, Люда нас покинула, она пошла дальше работы на исполнительный директор клуба «Семь Вершин». Да, в следующий раз камеру вот сюда поставим, потому что я все время смотрю туда и туда. Ну, в общем, у ребят, еще раз просто тем, кто только что присоединился. У нас эксперимент. Мне кажется, такого еще никто не делал, как обычно. Мы делаем все то, что никто никогда не делал. Сейчас мы решили делать онлайн-диалоги в прямом эфире на Фейсбуке. Все используют какие-то системы вебинар, так как мы ничего не знаем в этом плане. Мы вот так поступаем. Итак, я начал с того, что рассказал о том, что в 2012 году клубом «Семь Вершин», командой клуба «Семь Вершин» и «Аль-Пари», которую возглавляла Людмила Коробешко, был сделан рекордный на тот момент восхождение. Это был даже рекорд мира для женщин «Семь Вершин» меньше года. Даже получилось «Семь Вершин» за 300 дней, потом «Семь Вершин» вышел 292 дня. После этого известная альпинистка Маша Гордон побила рекорд России и рекорд Людмилы Коробешко. Она сходила приблизительно за 210 дней. Если Маша смотрит, может быть, она мне напишет. О, Маша Гордон «Семь Вершин» за 7 месяцев и 19 дней. Google помог. Спасибо, Руслан. Дальше. Совершенно случайно у меня, как у профессионального альпиниста, как всегда сложилась ситуация, в которой мне пришлось сходить на... То есть я подписался на несколько различных экспедиций. Каждый год я хожу приблизительно 20 восхождений. Каждый год. Вот так как бы устроена моя жизнь. Кто-то, наверное, позавидует, кто-то посочувствует тех, кто понимает, что это значит. 20 восхождений. Плюс к этому я еще руковожу предприятием, занимаюсь его развитием, рекламой, политикой, финансами. Это как бы мое направление. Тем не менее, я еще успеваю вписаться где-то в 20 приключений ежегодно. В этом году у меня возник план, в котором начинать мне пришлось с массива Винсона в Антарктиде. Это был январь. То есть мы начали даже в декабре, но последнее свое восхождение на Винсон мне предстояло сделать в январе. Также мне было предложено, и я не смог отказаться, сходить в июне-июле на Динале. То есть я посмотрел, что между ними 7 месяцев. То есть январь и, соответственно, 7 месяц июль. Дальше произошло, как и каждый год, у меня был Эверест. Я понял, что, в общем-то, 3 самые важные восхождения из проекта «Семь вершин» за 7 месяцев мне предстоит сделать. Это Антарктида, Эверест и Макинли. И дальше все было очень просто. Я подумал, почему бы мне тогда не запихнуть еще 4 других восхождения между этими тремя. Таким образом, собралось 20 человек на Килиманджаро. Собралась команда на Карстенс. Ну, в общем-то, на Аконкагу и на Эльбрус я сбегал сам. Таким образом, удалось совершить проект «Семь вершин» за 7 месяцев. Когда мы сидели в палатке, и буквально за 2 дня до восхождения на Динале я стал пытаться посчитать, а сколько же все-таки дней продолжалась эта моя экспедиция. Я уже знал, что я взойду через несколько дней. Ну, я предполагал, я потом расскажу про психологию, про психологическую часть этого вопроса. Я сидел в палатке и стал считать. О, мне уже предлагают сделать вебинар, монтаж. Спасибо большое. И написано, конечно, безвозмездно. Еще тогда безвозмездно спасибо. Даш, посмотри, Руслан Акимов предлагает. И мы, естественно, воспользуемся. Я сейчас немножко волнуюсь, потому что я даже не знаю, куда мне смотреть. То ли на камеру, то ли на вас. Мне все время кажется, что вы в компьютере, и оказывается, вы здесь. Извините. Итак. Я стал считать, считал, 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 считал. И получилось, что у нас сегодня 180-й день нашего проекта. 180-й, и через 2 дня мы должны взойти. И меня осенило, вообще-то, что 365 поделить на 2, это 182,5 дня. Ну, в общем, получилось так, что весь проект закончился за 6 месяцев. Все, как вот эту подводку я, в общем-то, закончил. Проект совершился 7 вершин за 6 месяцев. Не так красиво, но зато быстро. По выводам по этому проекту могу сказать одно. Очень тяжелая психологическая вещь. Кажется, ну, сходил 7 вершин. Я сам для себя не представлял, что такое сходить 7 вершин за 7 месяцев. Но самое главное, что я не представлял, насколько сложно делать это именно в виде проекта. Понимаете, в чем разница? Если бы я назвал проект 7 попыток восхождения на 7 вершин с результатом не до конца понятным, ну, попытался и молодец, то не было бы вопроса. Но на самом деле, ввязавшись в этот проект, я взвалил на себя очень большой груз. Груз ответственности перед самим собой, и как бы я не хотел быть трепачем, соответственно, и перед всеми, кому я об этом известил, у меня не было шанса не взойти на каждую из этих гор. И это очень сильно меня, конечно, угнетало. Спасибо. А, это водка? Шутка. Итак, меня очень сильно угнетала эта ситуация, что я не могу отказаться ни от одной из вершин. Это была первая проблема. Вторая проблема, конечно, была в экспедициях. То есть, мне должно было повезти 7 раз. Я должен был 7 раз попасть в хорошую погоду и взойти на вершину. Как вы сами знаете, везет не всегда. Я могу сказать, что поразительно, но во время моего восхождения на 7 вершин за 7 месяцев, каждый раз я планировал, в дни, которые я планировал для восхождения, была самая лучшая погода. Вот, хотите, верьте, как говорится, хотите, нет, в какую-то фортуну. Ну, вообще говорят, что Бог помогает. То есть, людям, которые говорят, если ты хочешь построить дом, то ты его построишь. Главное только начать его строить. А после этого Бог тебе поможет. Люди начинают строить что-то, не имея ни копейки денег. Честно говоря, у меня так и вышло. Когда я начал строить свой дом, я залил фундамент. И после этого год к нему не приближался, у меня не было ни копейки. И я вообще строил свой дом. Дом я не имею в виду, 7 вершин я веду свой дом, в котором я сейчас живу. 8 лет. И за эти 8 лет, не имея ни копейки, Бог мне дал возможность его построить. Я сам был поражен, когда я закончил через 8 лет строить дом. И стоял целый дом, готовый дом, заезжай и живи. Я знал, что на этом месте не было ничего и стало все. Вот я считаю, что Бог помогает. Точно так же, на самом деле, произошло и с клубом 7 вершин. Тоже, как говорится, Бог помог. То есть, когда мы открыли клуб 7 вершин, денег не было вообще. Да, вот дорога возникает по шагам идущего. Все правильно, то есть, отлично. То есть, когда мы начали делать клуб 7 вершин, денег не было вообще. И мы занимали какую-то комнатку, знаете где? Ну, в общем, при одном спортивном магазине, это был магазин Баск. Нам выделили где-то на антресолях, на втором этаже, комнатку, мне кажется, 12 квадратных метров. И через нее еще проходили вентиляционные трубы. Но, тем не менее, нам удалось все это побороть. Трубы мы срезали, лишили магазин вентиляции. Потом мы эту комнатку 12 метров расширили за счет соседнего склада и прирезали себе еще метров 20. Ну и так далее. То есть, вот так постепенно, допустим, создавался клуб 7 вершин. Потом, на наше счастье, магазин закрылся. И мы из всего этого места переехали в центр, на Светной бульвар. И сейчас вот у нас 120 квадратных метров, хороший офис в центре Москвы. Но все это как бы происходит не сразу, а это как-то происходит, вот я говорю, Бог помогает тому, кто идет, все правильно, идет, движется. То же самое было и у меня сейчас в этом проекте 7 вершин за 7 месяцев. Я составил план экспедиции достаточно четко, потому что в основном, во всех этих восхождениях я работал гидом. И сходил все 7, ну почти все 7 вершин я ходил с группами. Я не мог и группу не завести, и сам не взойти. Но вы знаете, когда работает гид, зачастую бывает так, что заболеет участник, и гиду нужно выбирать. Или спускать вниз заболевшего человека, или свои амбиции осуществлять, идти наверх. Хороший профессиональный гид всегда выберет, естественно, первое. То есть, безопасность клиента намного важнее личных амбиций. Кстати, об этом написано даже в Международном уставе гидов, что никакие амбиции клиентов, никакие амбиции гидов не должны противоречить вопросам безопасности. Это самое первое безопасность. Так вот, Бог мне еще помог в том, что все команды, которые ходили со мной, зная, что я хожу в этот проект 7 вершин за 7 месяцев, никто не заболел. Все взошли на вершину во всех программах, и все меня поддержали даже таким образом, просто не подвели. Это то, что касается психологической нагрузки. Психологическая нагрузка была бешеная. Я честно скажу и признаюсь перед вами, что до сих пор никак не могу отойти от этого проекта. Я даже не ожидал, что мне будет так тяжело. Но тяжесть была именно в ответственности, не в физическом. Физически я вообще шикарно летал, я на Эльбрус забежал там за несколько часов. Я забежал вообще один. А вот проблема у меня как раз была немножко в другом. Ну, во-первых, всегда восходить. И во-вторых, съемки фильма. Этот фильм, о котором я сейчас говорю, мы выложим сразу после онлайн-трансляции. Буквально через несколько минут он появится на наших всех ресурсах. Мы его подготовили, и сегодня мы его окончательно утвердили. И этот фильм мы сегодня вам покажем. Проблема была вот такая. Мне нужно было снимать кино. Я решил, что любой проект интересный, нельзя о нем поговорить, сходить. И, скажем так, не писать, не присылать фотографии, не снимать фильм. Съемка фильма я производил на GoPro, последнюю модель. GoPro на шестую, кажется. А, на седьмую. На семерку, да. Ну, пошел, купил самую дорогую камеру. Я не могу сказать, что все функции этой камеры были удобны. Могу про них, если будут вопросы, рассказать, какие у меня были проблемы. Но проблема, допустим, зарядки батарей, это громадная проблема в экспедиции. Представляете, если я ухожу на несколько дней на гору, и у меня садится камера. Это была первая проблема. Которая очень сильно меня постоянно... Я постоянно волновался, что у меня будут севшие батареи. Второе. Я боялся, что сломается камера. Ну, собственно, я снимал фильм не для себя. Я снимал фильм для вас. Да, что? Так, сейчас, вот первый вопрос как раз. А, это не вопрос. Да. Ну, был вопрос, мы его решили, да. Итак. Была вторая глобальная проблема, почему мне было трудно делать этот проект. Я снимал не только на камеру, я снимал еще на айфон. Вы знаете, это, который мне сейчас дают в руки. Вы знаете, вообще-то это, конечно, смешные проблемы. Все думают, что в альпинизме основная проблема взойти. У меня была основная проблема выкладывать все в интернет, уставшему там... Во-первых, не везде в горах есть интернет. То есть, мне приходилось заботиться об интернете, мне приходилось заботиться в новостях. Я снимал одной рукой на видеокамеру, другой рукой я снимал на айфон. Почему я снимал на айфон? Потому что мне нужно было сразу все эти фотографии, короткие какие-то видео, отправлять в сеть. Потому что я понимал ответственность, все следили, что там происходит. Второе, я снимал кино. Представляете, какая разница, щелкать на айфон какие-то моменты восхождения. И стараться снять максимально профессионально на камеру 4К, предполагая, что дальше будет монтаж фильма. То есть, чтобы смонтировать фильм, недостаточно иметь 10-15 каких-то странных съемок. И я могу сказать, что ошибка многих путешественников именно в том, что они берут с собой камеру, но они не готовят это скрупулезно. Я сразу скажу, что чем бы вы ни занимались, что бы вы ни хотели показать другим людям, вам просто придется скрупулезно подходить к оборудованию. И это самое сложное, на самом деле, что было в этом проекте. 7 вершин за 7 месяцев. Потому что мне, как альпинисту, как мастеру спорта, как гиду, я сейчас вспомню, с 91-го года, 28-летним стажем восхождения даются намного проще, чем, скажем так, проблемы, связанные с рекламой, освещением и так далее. То есть, это совершенно другая задача. Я знаю, что не я единственный, кто стремится снимать, показывать и, скажем так, пиарить, в конце концов, свои поездки. Я не единственный. Я могу сказать, что все эти люди сталкиваются с громадными проблемами, связанными с работой техники. То есть, допустим, Антарктида на вершине минус 30, чтобы выйти в верхний лагерь, потребуется, скажем так, от розетки до вершины, это неделя. От розетки, в которые я могу заряжать свои аккумуляторы. Соответственно, у меня с собой пауэрбанки, у меня несколько аккумуляторов, у меня камера, которая то не включается на морозе, то пишет, что переполнена карта. Хотя я знаю, что на карте еще половина места. Причем, это маленькая камера, она сенсорная, а на улице минус 30, а я в перчатках и варежках. Приходится все снимать и начинать уже полуобмороженными пальцами тыкать в эти сенсоры. Другая проблема, что периодически, когда я в перчатках и варежках, я случайно нажимаю на какие-то сенсоры, у меня постоянно все сбрасывается. Поэтому во время съемок у меня получалось, я то снимаю видео, то я снимаю какой-то таймлапс, который я вообще хотел просто убить, то я снимаю фотографии этой камеры, хотя я хочу снимать только видео. Я все пытался выяснить, как заблокировать все лишние функции. Знаете, как в анекдоте с телефоном, когда приходит покупатель в магазин и говорит, вот я хотел бы вот этот телефон посмотреть. Ну, продавец показывает, значит, он выходит в интернет, у него есть будильник, у него есть календарь, у него есть там много других интересных функций. И человек спрашивает, скажите, а по этому телефону можно звонить? И продавец говорит, ой, не знаю, я сейчас посмотрю в инструкции. Ну, то есть, так же было и у меня. То есть, я взял с собой видеокамеру, она делала все, она пыталась сделать все, кроме одного. Она пыталась не снять видео, она пыталась сделать фотографии, таймлапсы, все, что угодно, прокатать предыдущие. Итак, о, Ирина Климова, привет, слушает меня внимательно, спасибо. Так, у меня есть вопрос, ура, у меня есть вопрос, но ведь на Конкаго у вас были проблемы с погодой. Ну, я еще раз повторю, что проблемы с погодой для профессионального альпиниста не идут ни в какое сравнение со всеми вот этой остальной организацией. Ну, хорошо, расскажу вам тогда про проблемы. Спасибо, меня назвали крутым. Нет, я просто, ну ладно, пускай, почему бы и нет. Называйте как хотите. Итак, про Конк... Да, еще раз, давайте сейчас, во-первых, не все к нам подключились, ну, в смысле, не все начали сначала слушать. Давайте я немножко пробегусь. То есть, был проект «Семь вершин» за семь месяцев, который, как ни странно, в основном проходил в хорошую погоду. Вы знаете, для меня это удивительно, потому что у меня, на самом деле, восхождений по проекту «Семь вершин», ну, не знаю, четыре или пять раз я уже сходил на все семь вершин. Но вот так, чтобы за семь месяцев везло постоянно в каждой поездке с погодой, не получалось. Единственная гора, на которой нас немножко подвела погода, это было Аконкаго. Слава Богу, именно на Аконкаго я был без группы, потому что в большинстве своих других поездок по этому проекту в этом году я водил достаточно большие группы. На Килиманджаро было 20 человек в команде, и все радостно, узнав, что я иду по этому проекту, ну, просто присоединились меня поддержать. До сих пор, да, и у нас было 10 мальчиков и 10 девочек. Это было вообще шикарно. Представляете, такой 50 на 50 расклад. Так вот, именно на Аконкаго, слава Богу, я ходил без группы, я ходил только с моим товарищем Артемом Ростовцевым вдвоем. Но, естественно, мы приехали на Аконкаго. Там стоял шикарный русский лагерь клуба «Семь вершин». Там у нас был и свой повар, и свои палатки, и своя кухня, и даже свой водопровод. У нас даже был свой водопровод, свой интернет и свой генератор. То есть, у нас все было классно организовано. Также у нас были верхние лагеря. То есть, на Ниде де Кондорос, на Аконкаго мы всегда ставим... К сожалению, мы так и не научились пока на Фейсбуке показывать презентации, фотографии. Поэтому я сегодня буду говорить, а потом мы придумаем, как нам еще и фотографии, и видео показывать, которые текст буду сопровождать. Так вот, мы там ставим большие палатки, столовую, кухню-склад. Ну, это Mountain Hardware, 4,5 метра диаметром, такая большая палатка, в которой одновременно может сидеть человек 15-20. Ну, человек 15 комфортно, человек 20 набиться, если плохая погода. И на полу могут одновременно спать 10 человек. Вот такие палатки мы заносили на весь сезон, они там стояли. Также, собственно, в этом году мы планируем точно так же делать. Ставить и палатки, и спальные мешки заносить, но сейчас речь не об этом. У нас были все лагеря, поэтому мне с Артемом было достаточно легко. На Аконкаго, в общем, мы сходили за 7 дней, с учетом того, что у нас была первая попытка безуспешная, потому что мы попали в очень сильный туман и пургу. Так бы вышло вообще за 5 дней сходить на Аконкаго. Ну, давайте просто пробежимся, то есть по проекту «Семь вершин» за 7 месяцев приблизительно за сколько дней были схожены все горы. Просто такого вопроса еще не поступило, но я знаю, что этот вопрос вы хотите мне задать. Итак, на массив Винсона вся экспедиция заняла 12 дней, причем мы взошли на 8 день, кажется. Ну, а, вот, ага, это вопрос, почему не было оператора? Это из Инстаграма вопрос, правильно? Хорошо, я сейчас отвечу на вопрос, почему не было оператора, ну, чтобы уж не прерывать мой стройный, льющийся разговор. Итак, на массив Винсона мы взошли за 8 дней, кажется, вся программа была 12, но она еще учитывала в себе перелеты в Антарктиду, потом внутри Антарктиды, потом опять внутри Антарктиды до Union Glacier и потом уже назад вылет, 12 дней. На Аконкаго восхождение все заняло 7 дней, но мы были без группы и мы были уже акклиматизированы после Антарктиды, немножко акклиматизированы после Антарктиды. После этого, буквально через неделю я поехал, после возвращения я поехал на Килиманджаро. На Килиманджаро мы сходили стандартно за 7 дней, была шикарная команда, мы до сих пор все общаемся, 10 девочек, 10 мальчиков, шикарная программа. После этого мы буквально там через 2 недели, кажется, это все был январь-февраль, в марте, кажется, 8 марта мы слетали и быстро сходили на пирамиду Карсенс. Само восхождение заняло 2 дня, но с перелетами, с подлетами, отлетами это была 1 неделя. После этого в апреле начался Эверест, у меня был небольшой перерыв месячный, слава богу. В апреле начался Эверест, и он продолжался 45 дней. Экспедиция на Эверест была, честно говоря, тяжелая, то есть погода-то была хорошая в день восхождения, но зато 2 недели до этого была плохая погода и очень поздно были установлены перила. Мы начали восхождение 24 или 25 мая, я не помню точно, но Эверест смотрит, можно сейчас напишет, когда мы взошли. Проблема была в другом, что погода была настолько хороша после длительной перерыва, после длительной плохой погоды, что ломанулось примерно 150 человек в один день. И вот эти 150 человек сгрудились, в общем, везде были дикие очереди на прохождение технически сложных участков. Первой ступени, второй ступени, третьей ступени, дальше скального пояса, выхода на вершину. И, собственно, та же проблема была и назад. Мы взошли 26 мая, что на самом деле очень поздно. А вторая команда, кстати, взошла 27 мая. То есть так поздно мы вообще давно не ходили. Обычно на Эверест восхождение 19, 20, 21, 22 мая. Ну, то есть я говорю, что погода была плохая, но зато мы накопили очень много сил. Потому что мы больше, дольше, чем обычно отдыхали, и поэтому мы смогли прорваться через все эти пробки. Вы не представляете, мы спустились с вершины в штурмовой лагерь, в верхний лагерь, к ночи в 6 часов, в 6.30 садится солнце. И мы после этого еще полночи продолжали спускаться вниз. Где-то, мне кажется, часа в 2 ночи мы, в общем-то, были спасены. Относительно спасены. Но, в общем, мы были уже практически в безопасном месте. Вот как бы так прошел наш Эверест. Я даже стал свидетелем гибели одного из участников, не нашей экспедиции. Это был австралиец. Он сорвался на второй ступени и повис. И, в общем-то, из таких опытных гидов, как раз в тот момент, ближе всех был я. Я подошел и убрал его с дороги. Ну, в общем-то, пришлось провести определенные спасательные работы. Но на высоте 8650 метров спасательные работы осуществить практически невозможно. Он сорвался. У него сорвало маску кислородную. Он повис боком. Вероятно, еще ему врезалась беседка. Ну, в общем, он висел. И когда к нему спустился, он уже не дышал. Ну, в общем, это был умерший человек. Но он еще был абсолютно теплый. В общем, и пришлось его... Да, а вот сзади, как раз из-за того, что он сорвался и повис прямо на второй ступени поперек лестницы, сзади было еще человек 20. И началась пурга. То есть, погода испортилась. Стало очень холодно. Там висит труп. И впереди стоящие, не очень опытные альпинисты, стали говорить, что... Ну, просто девчонка кричала, я не буду спускаться. Я не буду спускаться. Я не буду спускаться. Я не понимал, почему она кричит. Я стоял там сзади. Я кричал, давай, спускайся. Она кричала, нет, нет. В общем, была, честно говоря, истерика. Она... Я тогда подошел к ней. Я сказал, сейчас я ее вниз отправлю, поспущу. Подошел, и я увидел, что там на второй ступени вниз я посмотрел. Там висит труп. Она с ним разговаривала за минуту до этого. То есть, он начал спускаться, сорвался на веревке. В общем, стукнулся, ударился и повис горизонтально. Пришлось мне спуститься. Я вначале хотел его срезать. Просто я думал, ну, обрежу веревку и на этом как бы спасу людей. Ну, в смысле, но я потом подумал, черт подери, он только что был живой. Я не знаю, насколько он... Ну, то есть, он не дышал, он и оказать помощь на 8600, когда 100 килограмм висит на веревке в нескольких метрах от земли, просто нереально. То есть, ночью он задохнулся. Я вначале думал просто убрать его с дороги, каким-то образом обрезать веревку. Потому что сзади 20 человек стоит, и никто не идет вниз, началась пурга, и люди медленно замерзают. Но потом я все-таки подумал, что я буду потом всю жизнь себя корить за то, что я обрезал веревку. Может быть, еще живому человеку, он просто улетел вниз. Вот. И, в общем, что я сделал, я оценил ситуацию, я понял, что он неживой. Ну, то есть, все признаки у него были неживого человека. И после этого я его максимально постарался по скале отодвинуть и закрепить в сторону от лестницы. После чего 20 человек начали спускаться вниз. Ну, то есть, заминка была где-то полчаса. Честно говоря, ну, просто вот для меня это был такой определенный шок. Ну, я думаю, для любого человека это будет шок. Вот. Ну, в общем-то, вот я про проект чуть-чуть рассказал. У меня есть несколько вопросов, на которые я бы с удовольствием тоже мог ответить. О, давайте. Вот смотрите, мне из Инстаграма написали... Ну, хорошо, то есть, на Эльбрус я сходил за несколько часов. Ну, я приехал на Эльбрус, переночевал на приюте, и в 5 утра я стоял на вершине Эльбруса. Стоял абсолютно один. То же самое к вопросу о видеосъемках. То есть, мне пришлось самому себя снимать. Я не только снимал себя с руки, как обычно. Я еще ставил камеру на снег, проходил мимо нее, снимал свои ноги, удаляющийся тело. Ну, меня тело. Ну, удаляющегося человека. Потом возвращался назад, выключал камеру, клал ее за пазуху, грел, шел дальше. Потом я поставил под вершиной, заснял, как я восхожу на вершину, залез. Потом я спустился вниз с вершины, снял камеру, пошел, поднялся на вершину, поставил ее на вершине, спустился с вершины и на камеру совершил восхождение на вершину. Потом я опять поставил в другом месте, подошел к вершине, достал флаг, показал флаг. Ну, вот вы это все сможете увидеть в фильме, который мы выложим через очень короткое время после моего прямого эфира. Ну, вот таким образом пришлось снимать самого себя, не было ни одного человека вокруг. Это, кстати, очень интересно и классно. Я очень редко поднимался на Эльбрус без групп. А когда идешь с группой, всегда идешь в кучу еще других групп, то есть человек 100 вокруг тебя. Тут я был абсолютно один. Ну, классное ощущение вот такого полета. Причем это произошло быстро. Ну, я как уже, может быть, пошутил. Кто-то воспринял как шутку. Я, честно говоря, написал серьезно, что перед восхождением на Эльбрус я акклиматизировался на Эвересте. Ну, и люди посмеялись. Хорошая акклиматизация на Эвересте для восхождения на Эльбрус. Ну, я потом уже только понял, да, как бы всю комичность ситуации. Ну, так как я каждый год хожу на Эльбрус, уже 10 раз на него взошел. Фу, я каждый год хожу, да и на Эверест, и на Эльбрус я хожу каждый год. Ну, в общем, на Эвересте я взошел 10 раз. У меня было 17 экспедиций на Эверест, из которых 15 я руководил. Поэтому для меня, конечно, Эверест немножко, ну, может быть, в какой степени замылился. Я представляю, насколько это, как сказать, важно для людей, которые идут на первый раз. И для меня это было дико важно, зайти на него первый раз. Ну, конечно, уже 10 раз он, как всегда, проще. Так, и, соответственно, был Эверест, был Эльбрус и было Динале. На Динале мы тоже взошли большой командой. У нас было 9 человек участников. Ну, у нас было, скажем так, 6 человек, которые платили. Ну, нет, даже не так. Ну, в общем, не важно. Ну, в общем, у нас было 3 американских гида. Я как гид, Володя Котляр как гид, Боря Егоров как гид, Ира Зеленкова как гид и врач. И 5 участников. Сколько? 7 гидов, 5 участников. И взошли мы в самую лучшую погоду, которую только можно придумать на Динале. Ни я, ни все остальные гиды, ни американские гиды сказали, что никогда мы еще такой погоды шикарной не видели на Динале. Просто не ветерочка, но это было все по плану. Итак, я закончил про 7 вершин. Теперь я хочу ответить на несколько вопросов. Почему не было оператора? Вы еще там, тот, кто задал вопрос этот, или вы уже убежали? Почему не было оператора? Во-первых, представьте себе оператора, который бежит впереди чемпиона мира по легкой атлетике и снимает его рекордный забег. То есть, никто лучше чемпиона мира по легкой атлетике сам себя не снимет. Ну, просто никто его не догонит. То же самое было у меня. То есть, какие могут быть операторы, если я забегаю за 4 часа на Эльбрус, значит, мне нужен оператор, который забежит за 3 часа на Эльбрус. Потому что будет бежать впереди меня, забегать впереди меня, отбегать сзади меня. В общем, поэтому у меня не было оператора. Потому что, честно скажу, вот мы снимали фильм Ген Высоты. Вы думаете, там снимали профессиональные операторы фильм Ген Высоты? То есть, хороший профессиональный фильм снимали сами участники экспедиции. Потому что, когда я залезаю в палатку, на улицу Пурга, я залезаю и говорю, черт подели, как мне все это надоело. Снимаю перчатки и вижу там свои синие или там коченеющие пальцы. Никто лучше не снимет, чем мой напарник, который сидит в палатке в это время. То есть, это не постановочное кино. Дальше. У вас есть идея сделать 14 восьмитычников? У меня была идея сделать 14 восьмитычников. И Федя Конюхов мне сказал, Абрамов, сделай 14 восьмитычников. Я даже об этом написал на Фейсбуке. Честно говоря, после того, как Нимс сходил 14 восьмитычников за 7 месяцев. Я надеюсь, что он сходит с Шишу Пангуму. У меня уже нет сомнений в этом. 13 восьмитычников за 7 месяцев. Честно скажу, у меня отпала идея ходить на 14 восьмитычников. Вот этим подходом он убил у меня. И я даже боюсь у многих других идею. Я сейчас читаю. Лолетина пишет. Какой-то известный альпинист ходил уже свой восьмой восьмитысячник. Я не помню. Монаслу, кажется, или Макалу. Вот этой осенью. А, Тхаулагири. И у меня такое чувство. Если раньше я подумал, вау, ну молодец, чувак. Сейчас у меня такое чувство, как бы, типа, ну и что? Ну и что? Зачем вообще об этом писать? Понимаете, Нимс, он, конечно, сделал переворот в высотном альпинизме. Просто переворот в высотном альпинизме. Но он, в общем-то, убил полностью ореол над проектом 14 восьмитычников. Мне даже как-то немножко обидно и жалко. То есть, я не хочу делать проект 14 восьмитычников. Потому что я не хочу делать его за шесть месяцев. Если Нимс сделал за семь, то я не хочу делать его за шесть. А если я сделаю даже за восемь, это уже не будет иметь вообще никакого смысла. То есть, для меня этот проект потерял любой смысл. Расскажите про стоимость оборудования. Ну, немножко сложный вопрос. И, может быть, не для прямого эфира. Ну, хорошо. Давайте я уже расскажу про стоимость не оборудования, а самого проекта. Все очень просто. Для того, чтобы сходить в семь вершин, нужно минимум 150 тысяч долларов. Может быть, 200. Просто подойдут... Антарктида. 45 тысяч долларов. Это только поездка без билетов эконом-класса. Без каких-то проживаний и, естественно, без снаряжения. Но само снаряжение не так важно, так как оно размазывается на семь поездок. То есть, массив Финсона 45 тысяч. Эверест. Ну, от 50 до 150, если честно. Можете найти разные цифры. Но просто дешевле 50 не имеет смысла ехать. Это неподготовленная экспедиция. 50 и выше. Это экспедиции с гидами. Просто там будет немножко разные условия. Гиды, количество шерпов. Допустим, Клуб 7 вершин дает полтора шерпа на одного участника. 10 баллонов кислорода. Есть компании, которые дают меньше. Одного шерпа на участника. 6 баллонов кислорода. Ну, и так далее. Много еще чего. У нас там и кровати, и массажистка есть. Кто-то смеется на массажистке. Я скажу честно. После тяжелого выхода все просто бегом, даже еще по рации, не спустившись в лагерь, записываются за пшемя на массаж. Забиваются ноги. Да и вообще, ну, понимаете, общение. Ну, как бы тактильные ощущения. Никто еще не отменял. Тем более, эта экспедиция полтора месяца вдали от жен, так называемая. Ну, в общем, 150-200 тысяч долларов потребуется для того, чтобы сходить все семь вершин. Почему? Я не миллионер. И даже... Ладно, в общем, я не миллионер. И 200 тысяч я никогда в жизни не потрачу на такой проект. Я работаю гидом. И поэтому, конечно, большинство самых дорогих поездок, это Эверест, Динали и Массив Винсона, я, конечно, сходил с группами как гид. Да, я за свой счет поехал на Эльбрус. Не удивляйтесь, я не жмот. Я за свой счет сходил на Конкаго, но я, собственно, и был в Южной Америке. То есть, мне нужно было из Сантьяго, не помню... А, самолет, все-таки мы разорились на самолет, долететь до Мендозы. Вот, а дальше у меня стояли все лагеря. Поэтому, ну да, я сэкономил 150-200 тысяч долларов. Поэтому не стремитесь повторить. Этот проект, он стоит дорого. Я даже боюсь, что я потратил больше денег, чем Нимс на его 14 восьмитысячников. Такое ощущение. Ну, мне так кажется. Потому что я перелетал по семи континентам, и мы брали дорогие программы, допустим, в Антарктиде. Мы сами берем логистику, у американцев очень дорогой. А Нимс, он крутится между Непалом и Пакистаном. То есть, в этом углу все делает. Ко всему прочему, он еще Непалец. То есть, я думаю, он даже не тратит деньги на гостиницы. И более того, кстати, Нимс, я сам... У нас же была экспедиция на Монослу этой весной. И я перед этой экспедицией написал... Нимс написал, у меня нет денег на продолжение проекта. Я ему написал, Нимс, у нас будет экспедиция на Монослу. Присоединяйся. Наш базовый лагерь и все верхние палатки мы тебе дадим воспользоваться бесплатно. Он поблагодарил, сказал... Алекс, у меня уже все хорошо, я иду туда с командой. У меня все хорошо. Ну, спасибо за приглашение. И Людмила Коробешко еще ко всему прочему познакомилась с Нимсом. Я как бы его рассматривал уже как бы... Даже не знаю, как кого. Ну, то есть, когда я узнал, что Нимс делает проект 14 восьмитысячников за 7 месяцев... Ну, вначале я, конечно, в душе посмеялся. Ну, дилетант, то есть, у которого в прошлом году еще был один Эверест схожим. Он начал с того, что первый раз не зашел на Эверест, и второй раз зашел на Эверест. Ну, то есть, такое смешно. Но я даже подумал, что он издевается, потому что я объявил проект 7 вершин за 7 месяцев. Я подумал, что он просто решил поиздеваться. А я схожу 14 восьмитысячников за 7 месяцев. Но это было смешно, мы тогда еще не были знакомы. А потом, конечно, я обалдел. Потом он сходил 4, и это уже было круто за весну. Ну, потом, вы сами знаете результат. Сейчас он сходил 13 восьмитысячников за 6 месяцев, кажется. И у него осталось Шиша Пангмана, который он должен залезть в ближайшие... Ну, мы все ждем эту информацию 2-3 дня. Надеюсь, что он залезет. Вот. Конечно, после этого мой проект 14 восьмитысячников... 7 вершин за 7 месяцев просто паник. Просто он тоже... То есть, Нимс вообще опустил всех. Вот у вас нет ощущения, что такое полтора шерпа? Я объясню. У вас нет ощущения, что вообще вас просто опустили по жизни? Нет. Ну, ладно, мы с ним нахудили. Ну, да. Оказывается, он еще, кстати, курит и пьет, правильно? Он и курит, нет? Не знаю. Ну, вот девушки, которые с ним выпивали, утверждают, что Нимс еще и пьет. В общем, ну, просто. Товарищи зожевцы, ведущие здоровый образ жизни. Я не могу прокомментировать ситуацию. Поэтому я, наверное, заткнусь на эту тему. Но, в общем, еще раз. Нимс просто опустил всех. Есть ли проблема допинга в спортивном альпинизме? Кстати, хороший вопрос. Я даже понял, что это намек. Это не... А, меня опустить невозможно. Спасибо. Того, кто уже лежит, опустить ниже невозможно. Значит, проблема спортивного допинга в альпинизме. Я так понимаю, что это тоже намек на такие рекорды. Не буду называть кого в альпинизме. Лично я ничего не принимаю. Никакого допинга. Я вообще против допинга в альпинизме. Считаю это очень опасным. А очень опасной вещью. Потому что в альпинизме, в отличие от, допустим, какого-то марафона, ну, не какого-то, а марафона, невозможно сойти с дистанции. Нельзя пробежать 40 километров и сказать, ну, что-то я устал, да и бог с ним. Или вот на старте такой, а, я пробежал 5 километров, ладно. То есть в альпинизме, если я уже в районе вершины, у меня нет возможности развернуться, отказаться. Если мне станет плохо, то я умру. Я это знаю. Поэтому принимать допинг для того, чтобы подняться выше, сверх своих сил. И когда кончится действие допинга, понять, черт подери, я черти где, я залез куда-то, а сейчас у меня нет сил не то, что идти вверх, а даже спуститься. Вот, в общем, допинг – это очень опасная вещь. Привет. Кислород не допинг. Еда – допинг, вода – допинг. Палатка, ботинки, спальный мешок, кошки альпинистские, веревка. Все это допинг или не допинг? Витамины. То есть, смотрите, кислород. Я знаю, откуда идет речь, а витамины и бады принимаешь. Ну, знаете, когда не забываю, у меня на столе лежит упаковка витаминов. Когда мне очень хочется, я беру витаминку, я так думаю, у какой я молодец, я продлил себе жизнь и активную жизнь вот этой витаминкой. Ну, честно говоря, не знаю, но предполагаю, что, наверное, это правильно. Но вы знаете одно из выражений докторов. Они говорят, что микробов придумали врачи. Кто-нибудь из вас видел микробов? Я не знаю. То есть, микробов придумали врачи для того, чтобы продавать антибиотики. Я так понимаю. То же самое, похоже, с витаминами и с бадами и все остальное. Вы сами, наверное, читали, что бад помогает, допустим, 25%. И где эти 25%? Когда он вам ничем не поможет, вы поймете, что, наверное, я 75%. Бог его знает. Я вообще против лекарств. Ну, наверное, может быть, мне повезло. Как ни странно, с детства у меня было очень слабое здоровье. Но постепенно оно почему-то улучшалось и улучшалось. В 50 лет я вообще почувствовал, что у меня просто... Ну, наконец, я возмужал. И у меня, да, физуха по полной. Я не знаю, почему-то именно в 50 лет я почувствовал, что я пошел на второй круг. Знаете, до 50, как говорится, я завершил первый круг и в 50 пошел на второй. Вот. То есть у меня как бы жизнь началась сначала. Мне все стало опять очень интересно. Ладно. О чем мы говорили? У меня еще много вопросов. Да. Возможно ли заниматься восхождением сердечными проблемами, например, с бродикардией? Ну, по крайней мере, так написано. Вы знаете, я не врач. Я точно не знаю. Могу сказать одно, что когда я пришел в альпинисты, ну, может быть, уже там многие это слышали, мне врачи запретили заниматься альпинизмом. Это было первое, что мне сказали врачи про мои занятия альпинизмом. У меня зрение 4,5. У них было написано, что вот альпинизмом можно заниматься при зрении не больше минус 3. Ну, то есть не хуже, чем минус 3. У меня 4,5. И мне написали запрещено заниматься альпинизмом. Ну, потом я, конечно, очень сильно расстроился. Потом я пошел, все узнал. Мне сказали мои друзья альпинисты, что здоровых людей не бывает. Просто не бывает. Виктор Абраум спросил, нельзя ли на спуске немного мельдония, чтобы доползти. Это опять все те же вопросы. Я и на этот вопрос тоже сейчас отвечу. Ну, в общем, как бы давайте я буду быстрее отвечать. Правда, вопросов очень много. Итак, я считаю, что любым делом в жизни можно заниматься, если очень хочется. Если вы сами этого хотите, то ничто вам не помешает. Более того, с нами ходят люди, у кого искусственный клапан сердца. Я даже более того скажу, если вы посмотрите фильм «Ген высоты», там есть альпинист, который на одной ноге ходит с протезом. Более того, я сейчас был на Динале, и там так называемые американские герои, это инвалиды войны, иракской, наверное. Ходили два парня, у которых нет обоих ног. Обеих ног. Поэтому такой вопрос, то есть, насколько вы больны. То есть, наверное, если это патологически больны, вы не стоите с постели, то, наверное, вероятно, не стоит заниматься альпинизмом. Но если вы двигаетесь, просто нужно найти для себя те восхождения, в которых вам будет комфортно. Я знаю, что не все люди ходят на Эверест, и не нужно даже об этом стремиться, но есть трекинги, есть горные походы, есть восхождение даже на вершину Олимп высотой 2800 метров. Очень интересная историческая поездка по Греции, Олимп, боги и так далее. Так, давайте, очки или линзы, большая помеха для восхождений? Нет, уже глядя на мое предыдущее утверждение, небольшая, если вы хотите заниматься альпинизмом, вам ничего не помешает. Ни отсутствие ног, ни отсутствие рук, ни отсутствие зрения, слуха, ничего вам не может помешать. То есть, мне не мешает, потому что мне очень нравится альпинизм. Так, можно слов про тренировки в период экспедиции. Будут еще онлайн-диалоги? Да, онлайн-диалоги будут. Мы сейчас планируем каждую неделю. Клуб «Семь вершин» будет по средам в 7 вечера организовать онлайн-диалоги. Мы будем приглашать разных людей. Думаю, в следующий раз Людмила Коробешко будет рассказывать о своих экспедициях. Я думаю, много женщин будет ей задавать много вопросов. Так, значит, несколько слов про тренировки. Вы знаете, самое главное в экспедиции, вообще самая лучшая тренировка к альпинизму – это восхождение. Могу обосновать, допустим, самая лучшая подготовка к поднятию тяжестей – это поднятие тяжестей. Самая лучшая подготовка к шахматному турниру – это игра в шахматы. И никакие тренировки в зале, отжимания или плавания даже в бассейне не дадут того эффекта, как восхождение. Тем не менее, мы находимся в городе и, конечно, имеем большую проблему. Мы не можем постоянно жить в горах, мы не профессиональные альпинисты. Вы не профессиональные альпинисты. Поэтому, естественно, нужны циклические тренировки. Бег, лыжи, беговые, велосипед. Если колени болят, то можно велосипед. Хотя, конечно, для того, чтобы ходить, лучше ходить, а не крутить педали. Это тоже люди говорят, я кручу велосипед. Я считаю, если ты хочешь идти на гору, ты не на велосипеде, а ногами, нужно бегать в гору. Вот вообще идеально ходить в гору ногами. Это и есть самая лучшая тренировка. Если мы говорим, что у нас каждый день будет по 8 часов восхождения в течение недели, значит, нужно в течение недели в Москве по 8 часов ходить в гору. Это будет самая лучшая тренировка. Ну, окей, я, конечно, пошутил. 4 часа в день, 2 часа в день. В общем, нужны такие же тренировки, которые похожи на то, что вы будете делать. Как женщины сутся на Эвересте, расскажет Людмила Коробешко. Она сейчас еще не ушла домой, она здесь, она с нами. Она сейчас расскажет о женских проблемах на Эвересте. Мне, честно говоря, женщинам на Эвересте очень жалко. Я вообще не понимаю, зачем они туда лезут. Это самый длинный путь к сердцу мужчины, самый трудный и тяжелый. И причем я могу сказать другое. Я могу сказать, что происходит с мужиками на высоте на Эвересте. Они не хотят, они меньше всего обращают внимание на женщин. Потому что он думает, я сейчас ей помогу рюкзак поднести, а потом придется ее всю саму нести целиком. Поэтому они так, очень обходительно от женщин все шарахаются на Эвересте. Потому что хотят зайти сами. Классная майка из 7 вершин. Дима абсолютно согласен. С какой вершины начать восхождение я? Ну, я бы не мудрствую, лукавый, если вы живете в России, предложил бы начать восхождение с Эльбруса. Я считаю, что самое правильное, это самая близкая к нам гора, до нее недалеко ехать, она не самая простая. У меня, конечно, тут комментарии куда-то все убегают. Я не на все успеваю отвечать, ребята, извините. Так, что такое полторы шерпы? Все дают одного, и 0,5 это руки или ноги. Ну, знаете, кому как повезет, кому верхняя часть, кому нижняя. Если честно, то просто, что происходит на Эвересте? Очень логично дать каждому участнику одного шерпа, который будет с ним совершать восхождение. Какая проблема? Шерпа может заболеть. Представьте ситуацию, у вас есть один шерпа, и вам его дали, вы его взяли, вы с ним ходите, вы думаете, что он вас занесет на вершину, ну, хотя бы ваши вещи, ну, хотя бы где-то подтолкнет, а он заболел и не пошел на гору. Вот это облом, да? Мы даем полторы шерпы, потому что я знаю, что шерпы болеют. Опыт моих 15 экспедиций на Эверест говорит об этом. Ну, 17, ну, 15, который я руководил. Я постоянно мучился в том, что у нас есть 10 участников, 10 шерпов, и перед восхождением 1-2 шерпы заболевают, и у нас, правда, и участники заболевали. И поэтому чаще всего у нас получалось, что у нас количество шерпов и участников совпадало. Но последние экспедиции мы делаем настолько хороший сервис, ну, правда, у нас и врач, у нас и тепло, у нас и очень комфортное проживание, что у меня участники перестали заболевать. А вот с шерпом как раз нагрузки увеличилось, потому что установить обычную палатку или установить палатку с отопителем, с кроватью, там, со столом, стульями и так далее, установить какие-то бары, установить какие-то громадные палатки, шерпы устают больше. И поэтому, если мы берем на 10 участников 10 шерпов, шерпы перегружаются, и они начинают болеть и сходить с дистанции до момента восхождения. Поэтому для того, чтобы организовать хорошую, комфортную экспедицию, нам пришлось брать больше шерпов. Именно зная то, что шерпы заболеют. Кто-то заболеет, а участники не заболеют. У нас последние три года стопроцентная восходимость наявили. Поэтому полтора шерпа. То есть, 6 участников – 9 шерпов, 8 участников – 12 шерпов, 10 участников – 15 шерпов. Да, это лишние расходы, но это лишняя надежность экспедиции и гарантия восхождения. Так, и деревянный пол. Деревянный пол, да, вы знаете, деревянный пол в экспедиции на Эверест в этом году в нескольких палатках общественных обошелся нам в 5000 долларов. Вообще смешно, да? Но, с другой стороны, наверное, не очень, потому что если вы делаете ремонт в квартире, вы представляете, там палатка 70 квадратных метров, палатка 45 квадратных метров, деревянные полы, они делаются хорошо, лаги, настилы и так далее, все это приводится в Тибете. Деревянный пол делает пол теплым, и, представляете, полтора месяца в экспедиции на Эверест, вы сидите, и у вас мерзнут ноги, потому что ночью температура отрицательная. И вы какие бы ни одели теплые ботинки, они все равно стоят на холодной земле. Когда мы сделали деревянный пол, люди перестали шмыгать носом, потому что у них теперь теплые ноги. Мы еще и ковры стелем на этот деревянный пол. Поэтому люди чувствуют себя очень комфортно. Полтора месяца прожить на морозе в скотских условиях приводит к тому, что люди заболевают. Вы можете почитать отчеты в Фейсбуке разных экспедиций, когда люди пишут, что у нас полуэкспедиции болеет. Полуэкспедиции болеет, этот выздоровел, тот уже домой уехал, попытался пойти наверх заболевший. Просто почитайте отчеты разных, в том числе российских экспедиций международных, и вы увидите разницу. Люди пишут, что мы болеем, у нас люди не пишут, что мы болеем. Ну или это очень редкое явление. Как часто проходит медицинское обследование? Вот как раз к тому же, про болезни. Лонгслив. Что про медицинское обследование? У нас в экспедиции на Эверест всегда есть врач Сергей Ларин. Он уже 30 лет является экспедиционным врачом. Экспедиционный врач практически всех экспедиций, 17 моих экспедиций, он везде был врачом. У него бешеный, ну и вообще он был сейчас, мне кажется, на 4 или 5 или 6 восьмитысячниках. У него бешеный опыт именно высотной медицины. Мы, когда мы в базовом лагере, мы проводим обследование каждый день. Нам это интересно, даже здоровых людей. Мы смотрим, куда мы катимся. То есть, по показателям каждого участника можно посмотреть, а акклиматизация у него растет или падает. Вы знаете, как ни парадоксально, акклиматизация в горах может как расти, так и уменьшаться. Просто на акклиматизацию требуется много сил и энергии организма. И если ее вести неправильно, не плавно, а скачкообразно, пытаться родить ребенка за 6 месяцев, за 5 месяцев, невозможно родить ребенка, невозможно акклиматизироваться к Эвересту за неделю. Невозможно. Соответственно, люди, которые начинают рвать, у них очень резко проседают функциональные показатели. Но не сразу, а постепенно. То есть, человек на старте экспедиции чувствует себя хорошо. Так же, как любой бегун, марафонец, на старте марафоны. Видели, как они веселые, подпрыгивают, пляшут, разминаются, в раздолжке хлопают, песни поют. И на финише, вы видели их на финише, да? То есть, кто-то вбегает на финиш в хорошей форме, а кто-то падает на финише, просто ползет. А самое главное, что мы не видим тех, кто сошел на дистанции. И основная проблема этих людей в том, что они побежали раньше времени, а они напряглись раньше, чем это нужно было делать. То есть, опытные... Я принимал участие в марафоне в одном, в антарктическом. Я пробежал один километр. И я могу сказать, что я был лидером антарктического марафона. Потому что я первый километр бежал первым. А через километр я сошел. Но я, тем не менее, горжусь тем, что я был лидером первого в Антарктиде антарктического марафона. Первый километр я пробежал первым. Я и моя команда. Мы так и придумали. Мы были альпинисты, мы не собирались бежать, но мы сказали, что мы будем первыми. В общем, все марафонцы бежали в два раза медленнее нас. И они добежали до финиша. А мы быстро пробежали, оторвались от всех. И через километр сошли. То же самое происходит на высотных восхождениях. Не дай бог начать высотную экспедицию резко. А я себя хорошо чувствую. А я побегу. А я сейчас снегом оботрусь. А я вот в ручье помоюсь. А я не чувствую, что мне холодно. А я пойду голову мыть на третий день. Когда полностью идет акклиматизация. Акклиматизация очень сильно ослабевает организм. И физиологию организма. Почему народ упорно ходит через Непал? Хотя очевидно, что тебе дает больше гарантии восхождения Тибет. А, Тибет. Почему упорно ходит через Непал? Во-первых, это дешевле. Вы можете посмотреть, что есть очень дешевые экспедиции со стороны Непала. Их делают дешевые непальские компании. Не дешевые непальские компании, а компании, которые делают это дешево. В принципе, любая непальская компания может в интернете написать, что мы делаем. Собрать пять человек. Дать им каких-то шерпов, какого-то повара. И какие-то палатки отправить на Эверест. Мы делаем по-другому. То есть, у нас команда шерпов уже 10 лет. Команду мы одеваем полностью. То есть, у меня были первые экспедиции, когда я просто брал каких-то шерпов. Они были дешевые. Какие-то шерпы потом не смогли выполнить свою работу. У одного были очень плохие пластиковые ботинки. Один вообще, как только приехал, сразу начал болеть. Мы поняли, что это сачок. И только третий носил палатки по многу. И он сейчас мой хороший товарищ. Сердар Мин Магилу Шерпы. Мы с ним уже дружим больше 20 лет. У нас совместная фирма в Непале. Нужно одевать шерпов. Нужно кормить шерпов. Нужно иметь хорошие палатки. Плохие палатки рвет на ветру. Мы начитали много раз, как с непальской стороны в сезон погибает около 10 человек. То есть, каждый год примерно 10 человек погибает. Проблема одна. Или шерпы не справились с работой. Или кончился кислород. Его было мало. Ну, или какие-то другие причины. И очень часто ходят люди, у которых вообще нет шерпов. То есть, они не поддерживают. Они не ценят свою жизнь. Они уходят наверх. Никто не знает, что он где-то есть. Он погиб. Через два дня вдруг нашли какое-то тело. И еще три дня выясняют, какой экспедиции принадлежит этот человек. Такая путаница происходит постоянно. То есть, если нет шерпы, нет рации, нет кислорода, нет своих палаток. Ну, не надо идти на Эверест. Да, это дорого. Ну, не надо. Я хотел попробовать сравнить с чем-то другим. Ну, не знаю. Хорошо. Не нужно покупать 30-летний Мерседес, потому что это Мерседес. И потому что он стоит 2000. Вероятнее всего, вы врежетесь в какой-нибудь столб. Ну, или он просто не заведется. Или на ходу просто отвалится колесо. Ну, то есть, как бы все-таки каждая экспедиция, она имеет свою цену. Которая соизмерима с ценой жизни участия в этой экспедиции. Поэтому. Так, и почему все-таки Тибет и Непал? Да, потому что Непал дешевле. Это раз. Там 800 человек идет. Тибет дороже. Там идет 200 человек. В день восхождения с непальской стороны идет 500 человек. Ну, 300 человек. 500 человек. И мы каждый раз читаем сводки, что на спуске не спустилось несколько людей. У них кончился кислород. Они отстояли в пробке, не взошли и так далее. С тибетской стороны была самая большая пробка. 150 человек. Ну, или 100, или 150 человек. Ну, то есть, Тибет дороже, там меньше возможности погибнуть. В этом году погиб, кажется, вот один человек. Вот тот самый, который сорвался примерно на второй ступени. У меня такое ощущение, что он почему-то был без шерпы. Потому что никто к нему не бросился помогать. Он просто висел. Окей. Не иди быстрее, Мула. Почему в 2020 году на Эверест ведет Котляр, а не вы? Это не так. Это уже не так, да. То есть, это не так. Почему? То есть, я веду с тибетской стороны экспедицию, как и каждый год. Володю Котляра, как самого опытного гида, мы решили в этом году привлечь. И он организует экспедицию. Ну, мы организуем экспедицию. Он руководит экспедицией Налходзе. Эверест, может быть, будет, если будут желающие пойти с непальской стороны. Но пока Володя руководит экспедицией Налходзе, куда у нас уже записалось порядка 10 человек. Они не все еще, естественно, подтвердили свое участие. Но вот порядка 10 человек у нас уже готовы идти Налходзе. Это и весной. То есть, этой весной мы будем делать проект Эверест с Тибета и Налходзе, естественно, с Непала, с непальской стороны. Также мы сейчас начали проект 14 восьмитычников. То есть, у нас на весну запланирован Эверест и Налходзе, который точно состоится. На лето у нас Пакистан. Это К2 и Гарширбрум-2. К2 будет точно. Гарширбрум-2 состоится, если будут люди, которые захотят туда поехать. Пока мы сконцентрированы на К2. И на осень мы планируем Чо-Ю и Монаслу. Два восьмитычника. Чо-Ю мы делали в прошлом году. Монаслу мы делали в этом году. И в следующей осень мы опять планируем Чо-Ю и Монаслу. Если будет достаточно людей, по 6 человек на Чо-Ю и 6 на Монаслу, то мы так и поступим. Если будет меньше людей, то просто мы сделаем одну экспедицию. Или на Чо-Ю или на Монаслу. Это как бы два несложных, но прошу заметить, восьмитычника. То есть, одни из самых простых восьмитычников. Непала и Тибета. Так. Как согласуется очередность при восхождении на вершину? Вы знаете, когда мы поднимаемся наверх, приходим, собираются руководители экспедиции и договариваются. То есть, мы еще внизу начинаем в базовом лагере. Ну, примерно мы знаем, кто когда пойдет. То есть, там нет такого центрального руководства, но есть здравый смысл. Никто не хочет застрять, никто не хочет погибнуть. Поэтому, естественно, мы договариваемся. На К2 мы будем обязательно снимать фильм. И как раз с РД-студией, которая уже сняла фильм «Ген высоты», которая сняла фильм «Человек, который всегда хотел большего». Эти фильмы все есть в Ютубе. Вот их можно посмотреть. А сейчас как раз у нас проект с Валдисом К2. Но он будет называться «Ген высоты К-2». То есть, это практически «Ген высоты 2». Мы планируем его снимать обязательно. Мы думаем, будет человек 10. С ВСД реально ли взойти? Я не знаю, что такое ВСД. Поэтому не могу ответить, реально или нет. Расшифруйте, пожалуйста. ВСД это что такое? Я не знаю. Какая-то аббревиатура. Так, я еще посмотрю. В Инстаграме же нам много вопросов задали. Так, а сходить на непокоренные вершины Кайлаш или еще что-то? Ну, вообще это классно, ходить на непокоренные вершины. Ну, вы сами понимаете, что их становится все меньше и меньше в мире. Потому что они непокоренные по двум причинам. Или туда запрещено идти. Ну, по каким-то причинам. Допустим, в Бутане все вершины выше 6500, кажется. 6500 или 6800 запрещены восхождения. Просто нельзя ходить. По религиозным соображениям. Так же, как и Кайлаш. Это священная гора. Это все равно, что взойти на Кремлевскую стену или на Спасскую башню. То есть, ну, запрещено. То есть, конечно, вы, наверное, полезете, но это кончится очень плохо для вас. Как минимум вас арестуют. Как максимум вас подстрелят. То же самое будет и на Кайлаше. Ну, а Ольга, может быть, вы не слышали. Я буквально 15 минут назад именно произнес такой монолог, что если у вас есть желание совершать восхождение, то вы их будете совершать. Я видел людей без рук, без ног, с искусственным клапаном. Сердце себя там в очках, которому запретили. 29 лет назад заниматься альпинизмом. У меня до сих пор зрение не улучшилось, честно скажу. То есть, конечно, можно со всем чем угодно ссать восхождение. Единственное, конечно, это не должно быть наперекор здоровью. Привет, Денис. Это не должно быть наперекор здоровью. У меня прямой эфир. Ага. Да. То есть, да, я думаю, что можно все что угодно, если очень хочется, то можно. Просто не нужно ставить запредельные задачи. То есть, нужно просто совершать восхождение на интересные горы. Так, Костя, я отвечу. Ты меня уже спрашивал этот вопрос про Мэлори. Какие следующие проекты планируете? Следующий проект как раз мы планируем К2. Также всю зиму я собираюсь провести на Аконкаго. Это три восхождения будет на Аконкаго. Но, в общем-то, мой проект, о котором я сейчас задумался, не сейчас, а намного заранее, перед тем, как начать делать проект 7 вершин за 7 месяцев, я уже подумывал о проекте 7 вершин за 7 недель. Не надо смеяться, там кто-то ха-ха уже пишет. А 7 вершин за 7 недель – очень реальный проект. И я больше того скажу, что 7 вершин за 7 месяцев – это очень тяжелый проект. И у меня даже есть ощущение, что он тяжелее, чем 7 вершин за 7 недель. Почему? Потому что так вы находитесь в напряжении 7 месяцев. Представляете, полгода быть в напряжении получится или не получится. Ждать, планировать. Другое дело сходить 7 вершин. Допустим, я уже сказал, что за 3 месяца сходить 7 вершин проще, чем за 7 месяцев. За 3 месяца. Просто меньше психологическая нагрузка. Физическая такая же. То есть, перерыв между экспедициями недели-две достаточно, чтобы за 3 месяца сходить все 7 вершин. Сходить все 7 вершин за 7 недель тоже возможно. Как? Я расскажу после того, как я схожу. Ну, это мой ноу-хау, хотя некоторые уже об этом знают. Но я еще раз повторю, что реально сходить 7 вершин за 7 недель. Дальше. Расскажите про самую сложную вершину. Ну, все равно, наверное, самая сложная вершина для меня – это Эверест. Ну, и самые любимые. Если я там уже 10 раз ходил и не собираюсь останавливаться, то это Эверест. Расскажите о вашем первом восхождении на Эверест. Так, я еще смотрю, какие еще есть. Расскажите про экипировку, которую купить, какую взять в аренду. Знаете, про экипировку давайте все-таки отдельно, да. Может быть, у нас будет вообще отдельный онлайн-диалог про экипировку. Сейчас я не буду, потому что это очень серьезный разговор на полчаса не меньше. Про женщин не будем рассказывать на Эвересте. Возможно ли заниматься восхождениями? Да, это мы решили с сердечными проблемами, например. Отлично. Расскажите о вашем первом восхождении на Эверест. Расскажите про Мутерхорн. Сейчас я посмотрю. Я просто на все вопросы, наверное, не смогу ответить. Бегаете ли вы кроссы? Если да, то сколько и с каким темпом? Ага. Не хочу вас разочаровать. Я иногда по утрам бегаю. Но вообще я стараюсь себя поддерживать в форме, конечно. Я считаю, что гид должен, как я и своих гидов учу, гид должен быть сильнее любого клиента, которого он ведет. Физически сильнее и технически более подготовленный. То есть, если ваш участник, которому вы взяли деньги и ведете, сильнее вас, то вам позор. То есть, вы должны быть сильнее, вы должны быть настолько сильнее, что вы должны его завести, спустить. И как нас учили в альпинизме, у вас должен быть такой запас. Вы должны взойти на гору, спуститься с горы, узнать о том, что там идут спасательные работы, поужин, покушать, развернуться и опять пойти, взойти на гору и опять спуститься. Вот такой должен быть запас у профессионального альпиниста. При восхождении. Про кроссы. Да, я бегаю, но я не делаю это регулярно, потому что я постоянно езжу в горы Если бы я 9 месяцев хотя бы жил в Москве, я бы вел тренировки планомерно А так я веду тренировки тогда, когда я не в горах и когда у меня есть настроение Вообще хочу сказать, что сколько бегать, с каким темпом бегать Я для себя говорю, что все должно быть Тренировка должна заставлять удовольствие в первую очередь Как только вы начинаете перегружаться, у вас что-то происходит Или у вас не выдерживают, или вы рвете мышцу, или вы портите себе сухожилия или же суставы То есть, вот есть настроение бежать, бегите Очень хочется пробежать побольше, бегите Хотите бежать быстрее, тренируйтесь быстрее Круто чувствуете, да Вышли с утра, что-то не очень получается Как-то у меня не очень, какое-то настроение не очень Ну и ладно, пойду там на турнички поподтягиваюсь Или вообще проснулись, не хочу я сегодня ничего Ну и не делайте ничего То есть, он должен заставлять удовольствие Как только вы начинаете это делать вне удовольствия Вы сразу теряете весь эффект И потом это приводит к травме Или к перегрузке Психологической или физической Почему не был оператор, прочитал Вы знакомы с Анатолием Букреевым? Да, я знаком с Анатолием Букреевым В 97-м году Буквально за несколько месяцев до его смерти Я брал у него интервью Я тогда был высотным оператором Мы снимали фильм «Уход за среднее» Ну и, собственно, я с ним был знаком немножко и до этого Но, в общем, вот такое длительное общение Несколько часовое Происходило, я не был его другом Но я был с ним знаком Прокомментируйте Мудака 27 лет из Германии Который собрался на Эверест зимой Но вы уже прокомментировали Я с вами полностью согласен Хотя, вы знаете, про Нимса Я думал то же самое Когда он сказал 14 восьмитысячников За 7 месяцев Сейчас я чувствую себя очень неуютно Расскажите про стоимость оборудования Говорил, есть идея 14 восьмитысячников, отвечал Так Люда, подойди сюда, пожалуйста Ну, во-первых, у меня четверо детей И все они уже пристроены Они уже все живут самостоятельно Вот моя семья Вместе со мной Как ты, Люда, реагируешь на мое частое отсутствие? Людмила Коробешко Жена Александра Абрамова Трехкратная восходительница на Эверест Директора клуба «Семь вершин» А, я на тебя и туда Ну, надо быть потом камеру вот так совместить Да, вот, Люда Хорошо у меня реагирует Иногда вместе ездят Иногда по очереди ездим Вы знаете, вообще для того, чтобы была крепкая семья Просто необходимо на несколько месяцев в году расставаться с супругом И тогда у вас будет крепчайшая семья Наикрепчайшая семья То есть, каждый раз, когда я возвращаюсь домой У нас все снова начинается Любовь Ну, морковь Любовь и морковь Как ты готовишься психологически к чему? К восхождению? Ну, вы знаете Первое, конечно, это генетика То есть Знаете, есть люди, которые прыгают с парашютом Вот как себя подготовить? Черт его знает То есть Ну, то есть Психология Одно из самых важных Вообще в достижении любой цели В любых испытаниях В экстремальном виде спорта И в альпинизме, естественно Тоже То есть Конечно, можно сказать, что люди родятся Ну, так оно и есть То есть люди родятся Смелыми, решительными Не очень смелыми Плюс накладывает воспитание Которое они получили в жизни Но я считаю, что любой человек Сам себя строит То есть Любой человек может себя построить Вы знаете Можно сказать Ну вот обстоятельства Не позволили А можно взять и сделать И вы сами знаете Такие в своей жизни Моменты А так как я в основном говорю с альпинистами И людьми, кому интересны горы Я уверен, что у вас Были такие случаи в жизни Всегда Когда вы смогли себя заставить Делать что-то Что вам там не очень хотелось Как бы там Войти в горящую избу Там Спасти человека Залезть по стене Ну и так далее То есть Что-то сделать такое И чем вы В общем-то Потом и гордитесь Вообще Любое достижение Невозможно Без Я смотрю на экран Я вижу, что у меня Почему-то Картинка не двигается Почему Почему вот эта картинка А нет Уже двигается Все отлично Технический момент Исправлен Ну То есть Грубо говоря Ни одно достижение Не может состояться Без того Без преодоления Альпинизм Без реальную цель Снаряжение И достигнуть Где-то вершина То есть Вот это Собственно Есть залог Хорошего Разыграл бы я на Эверес Бесплатный подъем Ну да Всего 700 человек Всего 700 человек Про участок Один поедет Давайте попробуем Классная идея Фирма горняшка Насколько отдельно Отдельно от 7 вершин В общем-то Фирма горняшка Изначально появилась Как фирма Полтора года назад Было Было очень большое желание Сделать вторую компанию Независимую Абсолютно От клуба 7 вершин И мы даже Полностью Именно этой То есть Мы так ее и строили На самом деле Есть ООО Клуб 7 вершин И ООО Горняшка Есть сайт 7 вершин Есть сайт Горняшка У нас не получилось Построить Отдельную компанию Потому что В конечном итоге Одни и те же Менеджеры Занимаются Этими поездками В чем вообще Глобальное отличие Клуба 7 вершин И горняшки И зачем вообще Мы их сделали На клубе 7 вершин Раньше Были программы В которых Люди ездили С гидами Клуба 7 вершин А также Мы начали Выкладывать программы Более дешевые Для людей Которые Не очень нуждаются В гидах Именно русскоязычных С хорошим английским Которые доверяют Местным гидам Ну допустим Вы едете В Грузию И там есть грузины И грузины тоже Говорят по-русски Или вы едете На Килиманджаро И там есть Африканцы Которые говорят По-английски Но в общем-то Вы тоже Говорите по-английски И вполне возможно Вам не нужно Вам не нужны Услуги русских гидов Хороших русских гидов Мы начали Находить Местные компании Хорошие компании Которые Которые предоставляют Услуги русских гидов Которые летят Которые получают Зарплату Естественно Тоже стоит денег Клуб 7 вершин Это обратное Стоит Конечно Постоянно Нет я серьезно То есть Ну вообще Что такое галлюцинация Это еще надо Разобраться Потому что Вот сейчас У вас не галлюцинации То есть Ваш мозг работает И в каждое мгновение Работы мозга Он ощущает себя Как абсолютно Правильно Работающий механизм И главное Что вы настолько Доверяете своему мозгу Что вы тоже считаете Что он абсолютно Правильный Поэтому то Что я видел Там наверху Спустившись вниз Я могу назвать Галлюцинациями Ну допустим Я разговаривал Со своими очками Которые давили Мне на нос Потому что у меня Была маска кислородная Я Знаю людей Которые вызывали такси На высоте 8300 метров Потому что Проснувшись утром Без кислорода Вместо того Чтобы собираться И идти вниз Они говорили Ребят не парьтесь Я уже такси вызвал Скоро подъедет Но вы понимаете Сейчас вам смешно Это кажется Как галлюцинация А там это наоборот Абсолютно реальная история То есть он был уверен Он видел это такси Вот даже мой сын 13 лет На скалах пастухов Сказал Папа смотри какая обезьяна Сидит на камнях Но там не было никого То есть он увидел обезьяну Но он же Правду ее увидел Вот то что вы сейчас видите Это вы правда видите Или нет Вот я не галлюцинация Хрен ее знает Как думаете Как вы думаете Галлюцинация Где вы думаете Случай Не способны Я честно сказать Не буду комментировать Потому что я там не был И наверное Не совсем корректно Комментировать Гибель человека И еще и рассуждать Из-за чего это произошло Я могу сказать Что гибель Вообще любого альпиниста Это стечение Несколько обстоятельств Всегда несколько обстоятельств Ну собственно Там так и было Усталость Плохая погода Но ведь вообще Даже никто не видел Как он погиб Поэтому ну да То есть была плохая погода Была усталость команды И естественно Были допущены Наверное еще какие-то ошибки Хотели бы попробовать Зайти на фальмати Честно? Честно Ну в общем смотрите Все мое Альпинистское эго Говорит что да Вся моя физиология Обычного человека Говорит что нет Я знаю что такое холодно В сезон Я знаю что такое холодно У меня вообще по полгода Всегда пальцы ничего не чувствуют В этом году я приехал Севереста Стучал по столу Вот так тремя пальцами И я правда ничего не чувствовал Я знаю Это было в сезон Это было летом практически Я понимаю что такое зима Поэтому физиология меня Как человека Говорит ни в коем случае К Анчинджангу пойдет К Анчинджангу Ну если Знаете у меня очень длинная жизнь И я планирую прожить еще долго достаточно Это секрет мой Но я вам всем Да то есть я собираюсь жить долго Может быть и на Анчинджангу попаду Но у меня нет Какого-то Желания пойти именно на эту гору Сколько стоит Эверест Ваши экономики На Эверест Экспедиция У нас У нас есть несколько На самом деле Предложений Как раз сейчас шла речь Про горняшку И про Семь вершин Семь вершин Делает суперлюксовую экспедицию Так Как бы таких экспедиций Не делает больше никто Это я говорю Не ради рекламы А ради факта И она стоит 75 тысяч долларов Я уже рассказывал Что там 10 баллов кислорода Полтора шерпа На участника Кровати Во всех базовых лагерях Подогревы Массажистки Биллиард И так далее Это не потому Что мы делаем Для гламура Потому что В общем-то Мы делаем Хорошие функции Вы спите же сейчас На кровати Или на полу То есть Вы когда-нибудь спали 45 дней В палатке На земле Ходили в туалет 45 дней Там не туда Нет То есть мы стараемся Сделать все Максимально хорошо Я знаю Что люди Не выдерживают 45 дней Некомфортного проживания На высоте Выше 5000-6000 метров Это очень тяжело Поэтому Для успеха экспедиции Мы Используя опыт Используя опыт Предыдущих 17 экспедиций На Эверест Я стараюсь Максимально комфортно Делать Все лагеря И последние 3 года У нас не заболел Ни один участник И все взошли На вершину То есть Вот это показатель То есть 75 тысяч стоит Но Также есть горняшка На которой мы предлагаем Восхождение на Эверест С местными Непальскими компаниями За 35 тысяч долларов Или 35 Или 39 У них все проще Я могу сказать Что у них нет Такой успешности Но цена В два раза ниже Вы когда-нибудь Могли реально Помочь Умерающему Человеку На вершине Но не рискнули По причине Ублажников Нет Такого не было Более того Я участвовал В большом количестве Спасательных Спасательных Мероприятий И Сам спускал Людей Из вершины В том числе Какие тренировки Пойти Чтобы подняться Чтобы подняться На Эльбрус Вам нужно Бегать 5 километров Утром Я серьезно То есть там не нужно Сверх Ну смотрите Восхождение на Эльбрус Это 12 километров Вам нужно пройти 12 километров В горку Вот это собственно говоря Восхождение на Эльбрус Дальше чистая физиология Пройти хорошую акклиматизацию И естественно Чтобы не заблудиться Чтобы правильно подготовиться Во время самой уже поездки Вам На мой взгляд Если вы задаете такой вопрос Значит вы неопытный Эльбрус Вам потребуются гиды Которые вам объяснят Какое нужно снаряжение Помогут его подобрать Не дадут заблудиться На маршруте Проследят за вашим здоровьем В конечном итоге Вероятнее всего Вы взойдете Как решаются проблемы Туалеты на восхождение Проблемы туалета на восхождение Вот еще в фильме Ген высоты Нас спрашивают Я сказал Такой частый вопрос Как вы ходите в туалет И в фильме Я говорю В туалет мы ходим ногами Я честно говоря Даже не помню Что мы снимали этот момент Но я потом иду И в туалет Подхожу в туалет Ногами Точно так же Как и во всех остальных То есть Достал Как в анекдоте Знаете Хотели бы ходить на Кайлаш И в первом поколении Нет Я не хотел бы Потому что Это запрещенная гора И Если я это совершу То когда я спущусь Кайлаша Там тысячи паломников Которые ходят вокруг него Забьют меня камнями То есть Это все равно Что я уже говорил Как зайти на Спасскую башню Вас или Или подстрелят Или посадят в тюрьму Нет Зачем нарушать закон Вообще в горах Нарушать закон Нужно очень аккуратно Программа Снежный барс Конечно есть И взошло там Уже порядка Восьмисот человек Вероятно Она существует Больше тридцати лет Это восхождение На пять Семитысячников Бывшего Советского Союза Осилить Дорогу идущей Если вы Займетесь этим Серьезно Конечно возможно Предыдущие Восьмисот человек Это доказали Я сейчас еще хочу С фейсбука Несколько вопросов Александр Планируете Или делать Пакеты туров Просто так же Логичнее Запланировал На несколько лет И готовишься Плюс Для вас И возможность Снизить цену Да Давайте поговорим Об этом Если у вас есть Такой план То я готов На самом деле Не так часто Люди Все таки Заряжаются На несколько лет Но у нас были люди Которые Допустим За два года Сходили И семь вершин И семь вулканов У нас есть такой Виталик Симонович Я ему сказал Слушай Ты же не сможешь Нет Он говорит Я такой вот заводной Он завелся Мы с ним Обговорили На самом деле Эту программу Двенадцати поездок Мы определили конечно цену Каждый из них Предполагаю Ну вдруг Он в какой-то момент Остановится Но тем не менее Была очень большая скидка И он вот прямо От и до Все выполнил Прямо по тем датам Которые мы с ним запланировали Да То есть Как бы Ответ да Мы можем делать пакеты Но Специально навязывать Как бы пакет Я не хочу Допустим Скать Пакет восхождения На семь вершин Стоит там Двести тысяч долларов Или там Сто пятьдесят тысяч долларов Ну в этом нет Большого смысла Люди вряд ли Это сделают За семь месяцев А если он будет делать В течение пяти лет То еще десять раз Он пожалеет О том Что он вписался В этот проект Поэтому лучше не стоит Александр Есть ли у вас Личный предел Восхождения на Эверест Или пока сердце бьется Ну в общем Пока сердце бьется Но все-таки Я думаю Как немножко Разнообразить Свою жизнь А это не простые восхождения Они выматывают Конечно Но и не сверхсложные Ну по крайней мере Для меня Я тридцать восемь лет Занимаюсь альпинизмом Двадцать восемь лет Работаю гидом У меня была такая Дурацкая мысль На следующий год Попробовать сходить На Эверест без кислорода Ну просто Десять раз я уже сходил Это была такая отсечка А дальше Ну как бы еще разнообразить Как бы еще Как бы себе Немножко разнообразить Ежегодные восхождения На Эверест Ну в общем Пока сердце бьется И может быть С какими-то еще Подвывертами Какое ваше профессиональное мнение О художном фильме Эверест Просто их было несколько А вот тот самый Где все погибают Вы знаете Очень Вот когда я смотрел фильм Даже еще в 3D Я реально чувствовал Запах Эвереста И запах того снега Который Прямо вот на экране То есть я как бы чувствовал Запах этого гребня Я прочитал Все эти 3 книжки Которые были написаны Про эти события И реально Все эти 3 книжки Были написаны То есть этот фильм Был сделан очень качественно Ну правда Там Ну там Там как бы были Некоторые моменты Ну допустим Люди снимали маску И разговаривали Но это потом объясняли Что Когда вы Вы знаете Как говорите В маске То нет эмоций И звук плохой Артисты снимали Каждый раз маску И говорили Так конечно На Эвересте Не делают Там стараются Через маску орать Но иногда бывает Когда я не могу Доораться Я сдираю маску И начинаю орать Чтобы люди Меня услышали А потом Букреев там Играет на гармошке Вы знаете Это тоже Такой режиссерский ход Букреев играл На гитаре Очень хорошо Режиссеры Изобразили русского Играющего на гармошке Ну так было Наверное веселее Если был бы испанец Наверное гитара Было Осталось Ну в общем Да Очень профессиональный фильм Ваше профессиональное мнение О предел сердца Александр Как я правильно понял Я хочу сходить В несколько гор Которые во штурах Можно приехать И поторговаться Нет Мы не торгуемся Горы это святое Просто приезжайте Мы с вами поговорим Для начала Так Сейчас я еще посмотрю Какие были комменты Так Какие еще комментарии Прямо все во мне кричит Я-я-я Знаете Нет Самого лучшего альпиниста Я думаю Я бы еще Буквально Месяц назад Сказал бы Что Меснер Я бы сказал Что Меснер Еще месяц назад Но После того Как Нимс Но Так как Меснер Сходил 14-8 тысячников За 11 лет А Нимс Сходил За 7 месяцев Теперь я уже даже Не знаю кто Но я еще раз могу сказать Что нет Наверное То есть У каждой эпохи Есть свои кумиры Опять таки Все мое нутро Говорит За всю жизнь Может быть Это и правильный ответ Ну в общем Вам потребуется 2-3 года Для подготовки К Эвересту Гарантированно Еще все зависит От вашей базовой подготовки Какая у вас Спортивная подготовка Ну скажем так Если вы Мастер спорта По горному туризму То наверное Меньше Времени Или мастер спорта По альпинизму Если вы никогда Не ходили в горы То 3-4 года В том случае Если у вас Хорошая физическая Форма И у вас есть Спортивное прошлое На пик коммунизма Знаете Мы Мы водим На семитысячнике На пик Ленина На Корженевскую На пик Ленина На Хантенгре Мы водим Я Вообще Клуб Семь вершин Организует Восхождение На вершины Максимально Безопасные Потому что Безопасность Для меня Важнее Результата Ну то есть Завести На Эверест 30 человек И потерять Из них Трех Это ужасно Плохой Результат То есть Лучше Завести Трех Чем Тридцать И потерять Трех То же самое С пиком Коммунизма Коммунизм Достаточно Сложная Вершина Пик Победа Я сам На нее Не хочу Ходить И вообще Считаю Что Водить Клиентов Практически Невозможно Какие Отношения Между гидом И клиентом И только Одно Гид Берет на себя Полную Ответственность За Недостаточно Подготовленного Человека Если я не могу 100% Брать на себя Ответственность Отвечать За успех То я не буду Ввязываться В такую Историю Я лучше Откажусь Водить Людей То есть Пик Коммунизма Я считаю Достаточно Сложная Гора Для Коммерческого Альпинизма То есть Только Пик Ленина И Контенгрия Да Каждый раз Вы бы меня видели Как я после Эвереста Катаюсь по полу У меня Почти каждый год Дня 3-4 Почему-то Дико болит спина Я думаю Что может быть Это почки Дальше Почки Из-за того Что все время Сухо Не хватает воды Они забиваются То есть Не хватает жидкости В организме Пересыхает Кровь сухая А вы знаете Что почки Они фильтруют кровь И отводят Оттуда вещества Вероятно Эти вещества Плохо выводятся Накапливаются И потом Очень часто У меня происходит Один день Когда у меня Просто какая-то Дикая рвота Происходит Вначале Борит спина Потом у меня Просто как будто Отравление И после этого Я просто такой Свеженький Знаете Как бог отпустил Очередной раз Ну как наказание За то что я Издеваюсь над собой Над своим организмом То есть После Эвереста У меня практически Каждый год А остальное Ну да Такая частичная Потеря зрения Не зрения Я извиняюсь О фокусировке То есть Где-то Потом минут Сколько уже Время А сколько Мы уже Два часа Что ли Разговариваем Ну вы знаете Я вообще могу Бесконечно Оставьте меня Здесь в офисе Я еще Утром заберете А моя семья Требует меня Отдать домой Какие есть вопросы Я буду отвечать Только да или нет А вообще-то Извините Мы обещали До 21 Ребят Есть 13 минут Потерпите У меня еще 13 минут И все Я вас покину Официально Можно Начинать Заниматься 16 лет Альпинизмом Но до этого Где-то Лет 7 Можно заниматься Скалолазанием Скалолазание Идеальная подготовка Для альпинизма Поэтому Отдавайте детей Скалолазные Секции И не издевайтесь Над ними До 16 лет Не заставляйте Ходить в горы Раньше этого срока Ямантау Ничего Я просто не знаю К сожалению Извините Александр Скажите пожалуйста Нужна ли подготовка Перед вашей программой Трекинга К базовому Лагерю Эвереста Не уверен Ну то есть Трекинг Он не такой сложный Ну там По 4-5 часов Пешком Но конечно Побегать Вообще То есть Нужно побегать Даже что такое 4-5 часов пешком Ходите ли вы В Москве 4-5 часов пешком Каждый день Ну боюсь что нет Ну то есть В лучшем случае До метро Там час на работу Час с работы Еще посидите где Поэтому да Ну бегать надо Но я вот рекомендую Там Раз 5 неделю Пятерку с утра Пробежать Вот это вот Для трекинга Будет совершенно достаточно За сегодняшний канал До 23 Ага Слушай Где-то до 3-4 тысяч метров Может быть Ну то есть Это трекинги То есть Вы знаете Все европейцы Почти каждые выходные Не все Но многие европейцы Почти каждые выходные Едут В Альпах Где-то По каким-то холмам Горам Ходят В кафешки Заходят По несколько часов Гуляют Это полезно для здоровья Если до 9 Прямой эфир Посидишь Или ты уходишь Хорошо Да Конечно Вы знаете Очень сложный вопрос Объясню Потому что Вся мое Альпинистское Прошлое Начиналось С восхождения В Крыму Я Лазил в Крыму И был в Крыму Не менее 50 раз Проводил в Крыму До месяца И даже Мы ездили И на Новый год Мы совершали восхождение На Паровской стене Шестеростные восхождения То есть Это В общем-то Такой был шикарный полигон Я всегда любил Крым Я не знаю Я не хочу сейчас Вдаваться в подробности Чьи это Горы Потому что Они Были в Советском В общем У меня есть даже сын На Украине Поэтому Да Ответ Да Я бывал В Крымских горах И не раз Ой Я бывал В Украинских горах И не раз Да Игорь Короев Александр У меня отсюда Восьмитычники Две-три штуки Я готов Поехать Поговорите Если мне Выдадите немного времени И продадите Вашу крутую футболку Еду на Модоблам 25-го Во-первых Удачи на Модобламе Приезжайте Поговорим Футболку Я вам просто подарю Вот А про восьмитычники Поговорим обязательно Приезжайте, конечно Будет еще эфиры Да Мы планируем эфиры Клуба Семь Вершин Каждую неделю По средам В 7 вечера Следующий эфир Вероятнее всего Будет вести Людмила Коробешко Она расскажет Женский взгляд На альпинизм И на Женщин На восьмитысячниках Я думаю так Во сколько лет Начали заниматься альпинизмом? Я начал заниматься альпинизмом В 17 лет Я пришел в секцию альпинизма В институте На втором курсе института В секцию МИ И с тех пор Не пропустил ни одного сезона Это было 38 лет назад Ну мне сейчас 55 Девушки говорят Что я выгляжу на 54 Это мне очень стир Да Делаем ли мы группы на Эльбрус? Да В этом году Мне кажется нет Ну вообще Да Нет я вообще был на Эльбрусе Ну я не знаю Я говорю 60 раз Чтобы не сказать 100 Ну потому что Все говорят 100 Профессиональные гиды Я вот говорю Наверное меньше 100 Потому что я кроме этого Еще хожу на другие горы Я понимаю Да Следите В общем у нас на сайте На самом деле есть график работы гидов Если я соберусь вести группу на Эльбрус То это обязательно появится в графике гидов Ну вообще как бы я стараюсь Где-то раз в год сходить на Эльбрус С группой Но так как в этом году был проект Семь вершин за 7 месяцев И у меня лето не получилось Поработать на Эльбрусе А вообще я очень люблю Эльбрус Очень Саша спасибо за интересный рассказ Ура 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 Так ну чего Все будем выключаться Давайте так Два последних вопроса и все После Казбека Эльбруса И чего Эпика Ленина Ну Как бы по логике Наверное это будет Хантенгри Может быть На самом деле Нужно педкоммунизма С другой стороны Вы можете попробовать поехать на Восьмитысячник Осенью Но бюджетно Вы сможете поехать Как раз не с клубом Семь вершин А с клубом Горняшка Еще раз объясню В трех словах разницу Клуб Семь вершин Это дорогие Комфортные программы С гидами С профессиональными гидами Российскими Клуба Семь вершин Все наши гиды Уже были на Восьмитысячниках И не раз Горняшка Это поездки С местными Гидами Шерпами Которые в общем-то Тоже Вполне достойны Уважения Мы не тратим деньги На русских гидов В данном случае Но Все-таки есть Определенные Ментальные различия Между То есть Смотря что вы хотите То есть Дешевле можно поехать На Восьмитысячник Но с гидами Но с местными гидами Да А Кстати да Я могу Нет Давайте я еще Про Пекленина Скажу два слова То есть Вы можете поехать На Аконкагу Это Ну по крайней мере Это будет достаточно логично То есть Пекленина 7100 А Аконкагу Без 40 метров 7000 Ну если вы хотите По возрастающей Как мы спросили Да Следите за нашими Мероприятиями Списками мероприятий На нашем сайте Мы будем все это дело Пиарить В сетях Про экипировку Тоже расскажем Напишите пожалуйста Было полезно Интересно Какие темы Да И может быть Вот прямо сейчас Напишите в комментах Какие бы темы Вы хотели услышать Потому что Раз в неделю Теперь мы планируем Обязательно По средам С 7 до 9 Делать такие вот Онлайн встречи Напишите в комментах Не обязательно сейчас А мы выложим Даже опросник Да Напишите Какие бы вам были Интересные темы С кем бы вы хотели Встретиться Вот Ну все ребят Большое спасибо Давайте все похлопаем Я слышу ваши аплодисменты Спасибо большое Кстати По четвергам У нас еще и лекции Проходят в клубе Мы пока их тоже не отменяли У нас завтра Александр Ельков В клубе 7 вершин Очно Они онлайн Будут рассказывать О 7 вершинах Альп А 23 числа 23 октября Мы всех приглашаем На вечер клуба 7 вершин На который обычно приходит 100-150 человек Вход бесплатный Даже еще Всякие призы Будем разыгрывать У нас будут выступать Очень интересные люди Можно будет подержать За руку Не только меня А еще и там Валдиса Перша Лазо Виталия Кто приедет? Гуков приедет Ну И так далее То есть можно будет Увидеть очень много Интересных людей Даже с ними выпить Обычный вечер заканчивается После часа ночи Поэтому В общем Не приезжайте на машины Вечер пройдет На Автозаводской В лектории Магазина Спортмарафон Начало В 7 вечера 23 числа 23 октября Что? Это все абсолютно Бесплатно И даже еще Мы обычно Всем даем призы Угощаем Тортиками Тортиками Что-то наливаем У нас там Петь будут В общем Это день рождения Клуба Семь вершин На день рождения Кто-то Продает билеты Скажите Имейте совесть Все бесплатно Приходите Да Все Все Выключаемся Пока Пока Так Как выключиться А я не знаю Как выключиться А Нет Давай сама завершишь Все Ребят Пока Всем Счастливо Подожди Да подожди У меня тут все закрыто Не надо Какие-то вырезки Как Я могу только это закрыть Где Если остановить трансляцию Нажми сюда Диас Денис 12 А Ну видишь Она куда ушла Да подожди Мне нужно сохранить Вначале